Дочка вечером тянет время, никак не хочет укладываться спать. Ей хочется, видимо, побыть с нами, а мне нужно, чтобы она рано заснула, и что делать? Я Марина Романенкова, на моем канале Романенко Be Happy. Добро пожаловать! По вечерам дочка копается, как будто бы тянет время, чтобы не мыться и не идти спать, хотя уставшая спать хочет. Это может быть из-за того, что ей не хватает общения со мной и мужем за день, и она таким образом хочет провести вечер с нами. Так хочется, чтобы она раньше ложилась спать хоть бы до 22, чтобы утром нормально встать в школу в 7.30. Но из-за того, что растягивает время, получается ложится порыв 22-30. Как это можно исправить? То бишь, что исправить? Вы хотите лишить дочь общения с вами, потому что считаете, что спать для нее более важно? Что исправить? Или все-таки, возможно, важно провести время с вами, чтобы вы ее не подгоняли никуда, чтобы вы больше посидели, поговорили, пообнимались, возможно, что-то посмотрели, никуда не торопили ее? Поверьте, в жизни ребенка это куда важнее. И если вы хотя бы проведете так энное количество вечеров, может быть, 5, может быть, 10, и дочка будет понимать, что ее никто никуда не гонит, что родители являются в доступе у нее, что ее никто не подгоняет, никто не отрывает от родителей, за которыми она скучала. Она была в другой атмосфере, она была, возможно, не в такой расслабленной, как дома. Но дома вы тоже забираете расслабленную атмосферу и такие быстренько спать, спать тебе, спать важно. На чаше весов прекрасное общение с родителями весит больше, чем вовремя лечь спать с подгонянием. Понимаете? Так вот, если вы перестанете ее отрывать от себя, если вы будете больше ее обнимать, если вы с удовольствием будете проводить с ней время, она будет спокойно от вас уходить сама, потому что хочет спать, а не потому что ее туда гонят. И это прям очень важно понимать. И еще, родители, когда вы пишете мне вопросы, пожалуйста, пишите возраст. И второй, как уговаривать на такие вещи, как сдавать анализы или вырвать зуб, когда именно надо? Договариваться не получается. Вы же не по-живому рвете зуб, правда же? Вы же идете к хорошему доктору, который умеет заговорить ребенка и незаметно сделать укол, чтобы ребенок даже не понял вообще, что происходит. И вырвать ему зуб, чтобы это было не больно. Иногда детям страшно, потому что у них что-то болит, они уже намучились, и они боятся, что это будет еще больнее. И поэтому очень важно познакомить с доктором, ходить к одному и тому же, чтобы был контакт с этим доктором. Иногда девочки не очень любят ходить к мужчинам, врачам. Я такое знаю, очень много случаев таких. Нужно женщину тогда найти, быть чувствительными и внимательными к тому, где в безопасности чувствует себя ваш ребенок. Это важно. И там уговаривать не надо. Надо просто вот сказать, соберись, я знаю, что ты сможешь. Мы сделаем все максимально комфортно. Когда будешь готова, кивнешь там. Есть же целая куча заморозок, которые сладкие по вкусу. Дети даже предлагают выбрать на вкус. Хочешь апельсиновую, хочешь банановую, хочешь клубничную. Там помазали, это все очень сладко. Все заморозилось. Укол сделал врач, ребенок ничего не чувствует. Вырвали зуб, медаль дали, все счастливы. Вы же не поживем, мы ольвете, правда? Это первое. И второе. Анализы и тому подобное. Это очень маленькая микроболь, которую могут выдержать практически все. Поэтому отвлекайте там наверх, чтобы ребенок смотрел. Смотри туда, не смотри сюда. Вот. И будешь готова, скажи. Тебе там возьмут анализ. Очень важно не торопить, не нервничать. Быть спокойными. Дать ребенку время успокоиться. Можно включить дыхание по квадрату, подышать. Скачать это на приложении. Подышать вместе с ребенком. Он успокоится. Перевести его взгляд вверх. Там удерживать внимание. Начать там что-то считать. В этот момент ребенок значительно меньше чувствует боль. Ему там возьмут анализы. И все будет хорошо. Уберите суету и страх, в первую очередь, который у вас присутствует. Если то, о чем я говорю, вам откликнулось, обязательно комментируйте. Рассказывайте, пожалуйста, в комментариях свои истории, свое видение. Так вместе мы сделаем просмотры каждого видео более полезным. У меня есть потрясающая рубрика «Сам себе психолог», в которой есть большое количество видео про то, как правильно взаимодействовать с детьми. Поэтому обязательно подпишитесь на мой канал, обязательно поставьте лайк этому видео, ну и, конечно же, жмите колокольчик для того, чтобы быть в числе первых, кто получает уведомление о том, что новое полезное видео уже вышло на этом канале. Под каждым из моих видео есть полезные ссылки. Переходите, смотрите, какие-то из них содержат списки литературы, какие-то ссылки на мое приложение для родителей, которое легко загрузить вот сюда, на телефон. И обучаться, и получать ответы, где бы вы ни были. Знаете, такое мое приложение Бихопе Академии – классная шпаргалка, которая всегда с тобой, потому как правильно взаимодействовать со своим ребенком.